В Министерстве иностранных дел России осудили выступление грузинского телеведущего на телеканале Руставе-2. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала это бедой Грузии. Сотрудники канала в Тбилиси увольняются после инцидента. Один из операторов Руставе-2, знак протеста против оскорблений российского руководства, порвал свою пресс-карту. В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуни начал свою авторскую программу с оскорблений президента России. Позже у здания телеканала начались массовые протесты. Больше 200 человек требовали извинений и увольнения руководства Руставе-2. В телекомпании заявили, что протестующие забросали редакцию яйцами и напали на журналистов. Выступление Габуни осудил президент и премьер Грузии. МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношении между странами. Позже гендиректор телекомпании заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хотя и разделяет позицию телеведущего. В Совете Федерации России считают, что отношения двух стран еще не утеряны. Однозначная реакция общества на слова грузинского телеведущего, а также митинги у здания телеканала Руставе-2 свидетельствуют о симпатии жителей Грузии к России. Считает председатель комитета по международным делам Совет Федерации Константин Косачев. Ну, совершенно очевидно, что эта выходка приемлема в каком цивилизованном государстве, вне зависимости от состояния отношений, от тех сюжетов, этих отношений, которые мы все знаем. Ясно, что она радикально ситуацию не меняет, но что меня радует, единственное, что может радовать, так это достаточно однозначная реакция грузинского общества. Реакция неприятия, реакция осуждения, это означает, что еще не все потеряно, что такие подонки, а я другого слова не подберу, все-таки скорее исключение из правил, и что чувство взаимной тяги друг к другу, если хотите симпатии друг к другу, сохраняются и в грузинском, и в российском обществе. А это значит, что рано или поздно наши отношения имеют шанс на нормализацию. А то, что произошло, пусть оставится на совести этого человека, еще раз повторю, иначе как подонком я его не называю, и пусть он с этим живет до конца своей жизни. Депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Евгений Примаков отмечает, что после ругательств на Руставе-2 в адрес нашего государства двусторонние отношения должны быть подморожены. Надо исходить из того, что вот с этой вот якобы грузинской политической элит общения не может быть никакого. Это дело грузин, самих разобраться с ними, а мы должны создать для этого условия. Каким образом? Конечно, мы не должны вмешиваться внутри грузинских дел, но я считаю, что наши отношения должны быть хорошо так подморожены, очень хорошо подморожены. В каком виде? Естественно, продолжение, вот если было отказа, вот прямого авиасообщения. Может быть, нам стоит рассмотреть отношения некоторых грузинских товаров санкций. И в принципе, наши отношения к предстоящему Грузии, при всем том, что я на четвертых грузин, моя бабушка грузинка, мой дед вырос в Билиси, мой отец вырос в Билиси, это безрадостно, без всякого зорадства, но очень прагматичный подход. Они делают какую-то пакость, мы отвечаем санкциями. Безэмоционально, без рвания на себе тельняшки, питья себя пяткой в грудь. Абсолютно в режиме автоответчика пакость санкция. Пакость санкция, пока грузинское общество и политический класс не избавится от инфантилизма и не поймет, что он должен сам решать проблемы, возникающие внутри Грузии, не кивая постоянно на Россию. Пока это не закрепится на уровне автоматизма, эту историю нельзя отпускать. Журналист Атар Кушанашвили извинился за высказывания грузинского телеведущего и подчеркнул, что на оскорбление не стоит обращать внимание. Я хочу принести извинения за кучку остолопов, которые не понимают, что даже если отрешиться от политики хамски поступать с гостями, во-первых, это выше моего разумения, во-вторых, это самопревращение в антропоморфное существо. Я не думаю, что развести такой тарарам по поводу кучки дегенератов, остолопов, негодяев, упырей была правильной реакцией со стороны России. Люди на уровне людей обожают друг друга. Я могу вам привести миллионы примеров того, как люди дня друг без друга прожить не могут. Грузины и русские. То, что сказал ведущий канала, подконтрольного, сами знаете кому, но если он орангутанк. Это неуважение к главе государства. И когда даже ругали того самого любителя галстуков, я говорил, ну вы все-таки не тыкайте ему. Даже он, но он избранный президент. Проявляйте уважение, тем более к Путину. Человек, который позволяет такое непотребство в отношении избранного президента огромной страны. Ну кто он? Кто он такой, чтобы на него обращать внимание? Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе назвала выходку журналиста телеканала «Рустави-2» провокацией, направленной на ухудшение двусторонних отношений. Это в первую очередь позор и оскорбление для грузинского народа. Потому что журналист не шел просто абсолютно все грани дозволенного. Был то, что никогда в Грузии никто, ни один человек не делал даже по отношению самого злого врага. Я считаю, что журналист действительно должен за свои слова отвечать. В первую очередь я могу сказать, что большинство нашего общества возмущено и шокировано тем, что вчера было. И могу сказать, что то, что вы слышали, это была провокация, которая была спланирована со стороны Михаила Саакашвили. В этом я абсолютно уверена. Для того, чтобы окончательно подорвать перспективу российско-грузинских отношений, которые и так были уже отброшены на несколько лет назад, после бытия связанной с приездом господина Гаврилова. Я могу сказать, что это плачевные плоды, которые мы пожинаем из-за преступной коабитации олигарха Иванишвили с партией Саакашвили. И самим Саакашвили, начиная с 2012 года, эта коабитация была обоснована страхом потерять свои миллиарды или оказаться в санкционный список американцев. И, конечно же, это поддерживается очень серьезно радикалами, которые финансируются и поддерживаются извне. Грузинские власти должны провести расследование тщательно. Российский телеведущий Владимир Соловьев считает, что грузинский журналист просто поддержал политический настрой страны и не ожидал, что его слова будут так заметны на фоне других. Хочу напомнить, что атмосфера ненависти к российскому руководству, к России, к российским депутатам, а в конечном итоге к российскому народу, она же на самом высоком уровне в Грузии. То есть достаточно вспомнить, что их говорили и президент, и премьер, и что кричал член парламента Грузии. Я вас, русских, убивал, буду убивать. Даже не нашло никакого осуждения. Поэтому я думаю, что этот гражданин Габун, по-моему, замели, он не в безвоздушном пространстве произнес свой омерзительный текст. Я думаю, что он был сильно удивлен негативной реакцией. Он-то думал, что все в отличие. Так можно. Президент Фонда политических исследований Роман Могилевский не считает ситуации особенной. По его мнению, рано или поздно такие высказывания должны были появиться. Мне кажется, этого человека уволили. Россия не должна реагировать на выходки отдельных людей в другой стране, в которой и меньше, и влияние в мир не очень велико. И с этой точки зрения, это, на мой взгляд, штатное событие. Если мы хотим быть вообще стерильными, да, просто общегосударственных отношений. То есть, в принципе, мы должны предполагать, что если между нами есть такие достаточно острые проблемы, то воле-неволе, рано или поздно, где-то это выскочит. Это могло выскочить у них, это может выскочить у нас. Кремль отреагировал на выступление телеведущего грузинского канала «Рустави-2». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва считает неприемлемым оскорбление Владимира Путина. Выступление телеведущего направлено на обострение российско-грузинских отношений, но то, что произошло, большой позор для грузин, подчеркнул Песков. Мы с вами вместе наблюдаем в последние дни все новые и новые обострения русофобских припадков. И все это не что иное, как последствия нежелания или неготовности государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков с самого начала. Собственно, это и есть последствия. Если касается конкретно оскорблений в адрес и нашей страны, и нашего президента, то, конечно, мы их считаем абсолютно неприемлемыми. Мы их решительно осуждаем. Отмечаем, что действительно все руководство Грузии, и президенты, и премьер-министры, они решительно осудили эту выходку. Конечно же, это недостой грузинского народа. Это большой позор для грузин, то, что произошло. Тележурналист, генпродюсер Мач-ТВ Тина Канделаки также в том, что произошло, назвала виновным бывшего президента Грузии. Заказчиком всего, что происходит в Грузии в течение последних нескольких недель, является Саакашвили. Я надеюсь, что это его политические конвульсии, потому что, слава богу, на территории Грузии он находиться не может. Находясь на Украине, он отрабатывает политические заказ, те деньги, которые он получает, дестабилизируя обстановку в Грузии и желая открыть там постоянную точку кипения и междоусобных столкновений. Вчерашние события в Тбилиси показали, что и грузинский народ уже дошел до точки кипения, потому что вчера стихийно люди пришли на митинг, требовали наказания Габуни, канала, закрытия канала, что, собственно говоря, сегодня частично и произошло. Габуни, Саакашвили и им подобные политические интриганы и националисты, которые ничего общего не имеют с грузинским народом. Такие люди есть в каждой нации. История нам неоднократно показывала, что именно такие люди являются триггером для междоусобных войн, именно такие люди являются триггером для развала страны, и именно такие люди являются причиной, почему многие страны исчезают с лица земли. Вот сегодня Грузия находится в очень тяжелом состоянии, потому что действия Саакашвили поставили под удар грузинский народ. Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Георгадзе подчеркнул, что его страна не имеет никакого отношения к словам ведущего Руставе-2. По зону нации, которая является моей, и это боль для меня, это первое. Чем можно ответить свинье, которая, увидев яму с жижей нечистот, плюхнулась туда и обрызгала вас, человека? Ну чем ей можно? Опуститься на уровень, расшифровывать гадости, пакости, нечеловеческие. Это какая-то мелкая секта сатанистов Шороса, понимаете? Здесь мы должны заглянуть, как такое животное могло родиться в недрах нашей нации, которое, ну никакого отношения к таким мыслям, к таким словам, к таким... Ну это в голову не придет то, что говорил этот ублюдок. Продолжение следует...